всем привет меня зовут юля и это мое первое видео здесь пару месяцев назад я увлеклась вязанием крючком и это настолько меня увлекло что я решила записать сюда видео-тутриал как вязать вот такой брелок цветок украсить такими сточками ключи свой шоппер в общем любое что вы захотите украсить этими цветочками это будет очень красиво кстати такие цветочки вы можете приобрести в моем магазине ссылка будет внизу забегайте кроме цветочков там еще есть украшение из бисера и другие вязаные вещи поэтому буду рад видеть вас там начнем вязать такие цветочки совсем не сложно сейчас мы с вами научимся понадобится нам крючок номер три и пряжа гернард джинс здесь у нас 50 грамм на 160 метров 50 почти 50 на 50 хлопок и полиакрил также понадобится иголка с широким ушком вот такая это у меня для вышивания крестиком вязание у нас начинается с кольца амигуруми делаем такой крестик достаю это у нас рабочая нить продеваю в кольцо и достаю рабочую нить делаем воздушную петлю вот у нас получилось кольцо амигуруми теперь нам нужно связать 6 столбиков без накида в кольцо как вяжем столбики без накида до продеваем в кольцо крючок достаем рабочую нить захватываем нить и продеваем через две петельки которые были на крючке вот у нас получился с вами первый столбик без накида таких нам нужно сделать еще пять мы сделали 6 столбиков без накида как проверить можете посчитать вот по этим петелькам то есть раз два три 4 5 6 нам нужно стянуть это кольцо достаем край кольца на свободный край и тянем пока я не сильно затягиваю понятно вот у нас вот это первая петелька первосвязанная петелька столбик без накида в эту первую петлю мы делаем соединительный столбик то есть захватываем петлю рабочую нить продеваем через петлю и через петлю которая была на крючке у нас получился соединительный столбик дальше делаем воздушную петлю подъема и в каждый столбик без накида нам нужно связать прибавку то есть здесь у нас 6 столбиков в итоге у нас должно получиться 12 столбиков без накида каждую петельку мы вяжем по два столбика как это происходит 1 и 2 вот мы связали одну прибавку нам таких надо сделать до конца ряда получается еще десять штук мы довязали немного потяну колечко амигуруми можно уже стянуть просто переворачиваем и затягиваем потом мы просто закрепим это можете пока оставить дальше продолжаем вязание то мы связали с вами один ряд следующий раз смотрите мы делали вот эту воздушную петлю подъема да мы ее оставляем и следующую следующий соединительный столбик соединительную петлю мы делаем в первый столбик в петлю первого столбика то есть не воздушную мы ее пропускаем и делаем следующую столбик соединительную петлю и петлю подъема таким образом у нас начался второй ряд теперь в каждую петельку мы вяжем по одному столбику без накида всего нас должно получиться 12 столбиков без накида таких рядов у нас должно получиться 4 после того как довязали ряд каждый раз делайте соединительный столбик в первую петлю столбика без накида и затем мы делаем воздушную петлю подъема я довязала все остальные ряды теперь делаю последнюю соединительную петлю вытягиваю ниточку и обрезаю рабочую убираем смотрите там где у нас ниточка кольцо амигуруми это у нас изнаночная сторона вязание здесь я делаю просто узелок из нее так вот узелочек чтобы колечко уже никуда не у нас не распалась и и просто можно обрезать эту часть другую часть убрать прямо в центре просовываем крючок с внешней стороны то есть мы перевернули на лицевую сторону вязания просто вам крючок с внешней стороны но тут ниже например на столбик и вот так вот захватываем нить и вытягиваем захватили вытянули теперь мы захватываем нить с внутренней стороны и ее там протягиваем ниточку я убираю туда же внутрь и все у нас получился один из лепесточков цветка таких нам нужно связать еще четыре штуки точно таких же связали все лепесточки то есть у нас их должно быть 5 последний лепесток когда мы довязали мы сделали соединительную петлю и остановились то есть ниточку в последнем лепестке мы не обрезаем остается у нас вот так теперь мы будем скреплять все лепестки вместе у нас тут с вами 12 петелек на каждой стороне должно быть по 6 раз два три 4 5 6 раз два три 4 5 6 сейчас берем петельку на одной стороне и захватываем петлю на другой стороне потягиваем немножко прям рабочую нить и достаем вот у нас получается скрепилась дальше рабочую нить не берем снова а протягиваем еще в две петельки в следующие продели на одной стороне продели на другой стороне достаем рабочую ниточку вот у нас теперь уже раз два три петельки на крючке и сейчас мы протягиваем рабочую нить через все эти три петли вот у нас что выходит с вами дальше продеваем на одной стороне петля на другой протягиваем рабочую нить и здесь мы уже через эти две петли на крючке проносим нить следующие две петли у нас тоже самое дальше у нас пойдет снова двойная то есть сначала захватываем вытащили одну петлю захватываем другие и проносим рабочую нить через все три вот у нас один лепесточек скреплен скрепляем следующее также точно лепесточки то есть сначала у нас идет протяжка через две петельки чтобы на крючке было три потом у нас идет одна одна и снова две и так же точно скрепляем последний лучше взять вот так лепесточек было удобнее все скрепили пока что получается вот такая странная штучка но сейчас мы все это сделаем красиво ниточку которое осталось вытягиваем советую оставить хвостик побольше потому что мы будем сейчас все прошивать и если не хватит ниточки то это будет не очень хорошо вот так вот и обрезаем мы оттягиваем это все в уголку у нас последняя была петелька теперь первую петельку следующего цветочка вот так вот мы продеваем немножко так затягиваем в петельку предыдущего откуда была ниточка и мы заводим нить мы все закрепили просовываем иголку между соединительными ниточками лепестков и и переворачиваем получилась ниточка между лепестков теперь эту нить нам нужно провести через все лепестки чтобы цветочек у нас сжался и приобрел форму вот как здесь видите совсем разная форма когда мы сейчас так сделаем цветок будет наш точно таким же заводим иголку в бок снизу лепестка то есть у нас здесь есть столбик и такая дырочка прямо сейчас покажу поближе вот видите сюда вот заводим да чувствуем что мы внутри как бы и выводим сбоку другого края немножко под затянули так проделываем с каждым лепестком через все лепестки мы провели нить и немножко под затяните ее то есть немного как бы потяните и цветочек приобретет форму и вот эти лепесточки как бы тоже немного под раскройте вот так вот надавив сбоку и не будут немного пышными нам нужно сделать вот такую петельку для брелка сейчас мы будем ее делать и снова в следующий лепесточек с одного боку на другой продеваем лепесточки у нас будет петелька теперь что мы делаем продеваем снова в бок и выходим иголкой сверху кольца амигуруми то есть самое первое вот колечко у нас ряд был там мы выносим выносим иголочку вот у нас что должно получиться то есть нитка должна выходить из центра лепестка иголку заводим вновь в центр и выводим здесь сбоку вытягиваем нить здесь мы оставляем той длинные петлю которая нам нужна теперь нить нужно закрепить ниточка у нас уже никуда не делится закрепляем нить вот верхние петельки столбиков что продеваю иголкой сам незаметно закрепляем ниточку не обязательно прямо во все продевать закрепляйте до того момента как вы будете удостоверены что крепко нить уже никуда не уйдет достаточно 5 7 стежков для этого можно обрезать все цветочек готов можно так вот его немного давить на бокал лепесточков чтобы он стал пушнее и и это